всем большой привет добро пожаловать на мой канал сегодня распакуем одну посылку с товарами для ногтей от фирмы born pretty выполню коррекцию с помощью полигеля и небольшой спойлер до следующего видео здесь я показываю как выглядит кутикула после обработки в макро но следующем видео я вам покажу именно обработку макросъемки вы не забывайте подписаться на канал чтобы не пропустить новый видеоролик ну а я продолжаю открывать посылку надеюсь я смогу озвучить это видео до конца так как у меня какие-то проблемы с горлом что-то мне там мешает и мне некомфортно разговаривать но я знаю что смотреть видео без озвучки вам не интересно поэтому я попытаюсь его озвучить первый товар которым не попадается это гель для наращивания который как заявлено на упаковке не липнет к рукам мы уже с вами его тестировали в одном из предыдущих видео если вам интересно посмотреть как он ведет себя в работе то вам оставлю ссылку внизу в описании на то видео сегодня просто покажу цвет кстати цвет немного отличается от предыдущего хотя название абсолютно одинаковое здесь nude и там нет чуть дальше я вам это покажу вот я скатала шарик он абсолютно не липнет к рукам и и можно спокойно наращивать как на верхние формы так и на нижние и вообще по воздуху можно достроить но в целом этот гель мне не понравился он сложно опиливается и возможно к нему нужно привыкнуть но я как-то брать его в руки в работу не хочу вот сейчас я вам показываю что название одинаковое но цвета отличаются вот этот что слева я покупала сама на алиэкспресс а вот этот справа мне прислали с официального магазина возможно из-за этого отличается хотя всегда должны быть одинаковые лично мне этот гель не понравился не знаю если кого кто-то кому этот гель понравился если да то пишите в комментариях посмотрим сколько таких любителей экстрим потому что работать с ним нелегко следующий продукт который я тоже уже протестировала ранее в одном из предыдущих видео это камуфлирующая база это как бы новинка от born pretty она выпускается только в одном объеме 15 миллилитров это серия про я вроде как смотрела на тот номер который у которого у меня еще нет у меня есть четыре базы такие от этой фирмы я хотела заказать ту которой у меня еще не было но к сожалению заказала повторно номер 7 который у меня уже есть в общем консистенция у базы густоватая для меня слишком густая я люблю более жидкие но когда будет тепло это летом с ним будет комфортно работать она хорошо сама разравнивается есть один минус вот это горлышко но очень узкое и сложно туда обратно помещать кисть можно было сделать горлышко и пошире цвет тоже очень приятный но не белый как вам кажется на камере у него есть розовый потон чуть дальше я вам покажу в сравнении все базы вы увидите что это не молочный оттенок здесь я вам показываю что у меня уже есть выкрашенная такая типса с этим номером и сейчас покажу все оттенки которые у меня есть кстати это база эластичная нежесткая и для укрепления тонких ногтей она не подходит следующий продукт это камуфляж полупрозрачный у меня такого цвета не должно быть здесь это же как бы старалась выбрать такой оттенок которого мне еще нет почему-то они вот именно присылают определенные товары которые у меня уже есть я уже обзоры на них делала возможно следующий раз попрошу что-то на свой вкус а не то что предлагают они вот этот камуфляж мне очень понравился он и в один слой хорошо ложится но здесь на типсу я нанесла в два слоя и он абсолютно перекрыл прозрачную типсу дальше вижу пришел гель для наращивания в оттенке nude pink но у него такая густая консистенция лично мне слишком густая сразу подумала что будет сложно с ним работать но даже при при выкраске на типсу я заметила что он очень хорошо саморазравнивается ему даже тонкая кисть не нужна просто нужно время подождать чтобы он сам лег как ему нужно вот смотрите я не помогала тонкой кистью смотрите уже хороший результат получился попробовал его на жесткости знаете он такой прям твердый твердый с трудом мне удалось его согнуть но с большим трудом поверьте он будет очень крепкой крепкий будет хорошо укреплять ногтевую пластину я даже уверена что с помощью него можно и наращивать ногти ну и последний флакон на сегодня это тоже как бы новинка термо гель лак который меняет цвет с фольгой вот такой у него темный оттенок в холодном состоянии но уже даже при выкраске на типсу видно как он начинает нагреваться и начинает менять свой те свой оттенок я его очень давно хотела но это как бы оттенок такой на осеннюю пору пору года но никак не для зимы поэтому его я хотела сделать себе на ногти но когда накрасил увидела вот этот желтый оттенок он мне не особо понравился с моим цветом кожи поэтому я выбрала другой цвет а какой именно вы сейчас сейчас чуть позже увидите здесь я вот показываю протирая салфеткой смоченной в спирте и видно как гель лак очень быстро начинает реагировать он меняет свой цвет из ярко-желтого в чем на шоколадный и в промежуточке нам промежутки между этими двумя он выглядит вот так темно-темно оранжевым скажем так я вот секунду несколько подержала между ладошками и он сразу же поменял свой оттенок напомню что все ссылки будут внизу в описании на данные товары но я приступаю к выполнению коррекции на моей левой руке как относилась по предыдущие покрытие я покажу тоже в следующем видео как и выполнение аппаратного маникюра в макросъемке там будут очень крупные планы будет все очень хорошо видно поверьте будет очень интересное видео так что не забывайте подписаться здесь я показываю как у меня сильно клюет указательный ноготь ноготь на указательном пальце и уже который раз я все-таки пробую приструнить вот этот полигель от борн брить и маленьком флаконе но у меня ничего не получается также хочу показать насколько сильно застыла задубела моя кисть после использования нового спирта я уже вам о нем говорила в предыдущих видео так вот после спирта вот таком состоянии сейчас моя кисть для полигеля хотя раньше такого никогда не было я использую полигель почти каждый день и вот в такое негодное состояние пришла кисть спустя буквально сутки хотя она закрыта колпачком и солнце никакое не попадает поначалу я работала одной кистью своей старой которую я уже держала не знаю наверное около года с ней ничего не не происходило она была рабочая но когда она задубела я подумала что что-то пошло не так взяла новые и новая тоже задубела мне поняла что это вина опять же спирта они кисти и не полигеля но вот именно вот этот полигель от борн бритью маленьком флаконе мне абсолютно не нравится он вроде как на видео да я удобно с ним работаю на самом деле мне он совсем не нравится он очень сильно прилипал кисти я уже попробовала использовать базу для разглаживания но все равно база как будто бы разъедает и нельзя дотрагиваться до кожи это тоже для меня очень неудобный метод выкладки полигеля поэтому я промучалась только с указательным пальцем а для всех остальных взяла уже другой полигель этой же фирмы но уже более хорошего качества здесь у нас блестки внутри очень кстати красивый полигель здесь я уже работаю опять спиртом посмотрите все замечательно разглаживается ничего не прилипает это можно заметить потому насколько часто я смачиваю кисть вот первый раз только смочила после выкладки горошинки да очень хороший именно вот этот полигель большом объеме с блестками вот они мне нравятся а вот тот маленький но никак вот так выглядят мои ногти после опила я убрала очень сильно длину мне захотелось более коротких ногтей торцы еще буду подпиливать в конце работы так что это не окончательная толщина и здесь я вам показываю как выглядит кутикула после обработки очень хорошие вот эти кадры мне прям очень нравится это я снимала на свою новую макро линзу вы знаете я осталась полностью довольна ею кадры получается просто замечательные здесь и ногти уже перекрыла боттл гелем уже не помню каким ссылку оставлю внизу в описании и так как я хотела сделать черный светоотражающие ногти но такого геллака у меня не оказалось я решила сделать его сама я придумала несколько вариантов первый это нанести черную подложку желательно сразу под кутикулу чего я кстати не сделала естественно нам понадобится какой-то светоотражающий геллак у меня это born видите под номером 3 сначала я решила попробовать нанести его просто на ноготь но показалось очень много блесток слишком много и я решила так не делать потому что ну очень ярко получается я хотела как-то приглушить этот эффект поэтому я выставила на палитру добавила чуть-чуть черного в этот светоотражайку и вот эту смесь уже наношу на черную подложку и такой эффект мне нравится намного больше в этом замесе некоторые блестки утонули некоторые сверху остались и получается такой глубокий эффект сияния вот такой эффект я хотела добиться хотела получить здесь я еще раз решила сравнить уже в реальности до замес и на указательном чисто блестки и тот и другой вариант красивые выбирать конечно же вам но я дала предпочтение замесу есть еще один вариант как добиться такого эффекта просто на какую-то светоотражайку нанести черный витраж у меня это тоже фирма born pretty я наношу просто поверх моего замеса но такой вариант мне не понравился так как это не знаю видно на камеру или нет есть какой-то рыжий потон рыжий оттенок наверное у меня не чисто черный витраж а какой-то темно-коричневый но такой вариант тоже имеет место быть я же свои ногти перекрыла глянцевым топом и как и обещала после просушки топа подпиливает торцы после опилки убирают толщину той же самой фрезой который убирала который снимала предыдущее покрытие и вот такой вот результат у меня сегодня получился я осталась полностью довольна этим маникюром хожу любуюсь эти блестки очень красиво светятся и под вспышкой и при штучном освещении и при солнечном вообще такой светоотражающий замес можно выполнить с абсолютно любым оттенком не обязательно черным а это эффект под вспышкой если вам понравилось видео то поставьте пожалуйста пальчик вверх мне будет очень приятно не забывайте подписаться на мой канал а я с вами ненадолго прощаюсь всем до скорой встречи пока пока а